Предъявите ваши знания. Фокина стартовал муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Участие в интеллектуальном испытании примут призеры и победители школьных олимпиад, которые прошли в октябре. До 23 ноября учащиеся смогут проверить свои знания по 16 учебным предметам. Далее события подробнее. 6 ноября в городском округе дан старт муниципальному этапу Всероссийской Олимпиады школьников. Традиционная проверка знаний учеников российских школ проходит на всех уровнях образовательного пространства. Первый школьный этап проводится в каждом учебном заведении, второй – муниципальный на уровне города и, наконец, региональный, который позволяет выбрать фундеркиндов для участия во Всероссийском первенстве. В городских олимпиадах принимают участие победители и призеры школьных предметных состязаний, лучшие в знаниях среди своих одноклассников. Всероссийская Олимпиада школьников – это самая престижная Олимпиада всей страны. Она проводится по всей стране, по всем предметам обязательной школьной программы. Принять участие могут сразу в нескольких категориях ребята. Ну и, конечно, главная задача Всероссийской Олимпиады – это поиск и поддержка талантливых ребят по всей стране. Эта Олимпиада помогает поступить в самые престижные вузы всем способным ученикам, даже если они учатся в самой обычной школе и не могут нанять репетитора для подготовки к обычным экзаменам. Ну и другая цель конкурса – это подтолкнуть учеников к саморазвитию, творческому поиску и показать, насколько интересными могут быть разные предметы за пределами школьной программы. В Фокино уже прошли интеллектуальные испытания по литературе и математике, истории и физкультуре. Престиж родных школ отстаивали ученики старших классов с 7 по 11. Условия проведения муниципальных Олимпиад приближены к экзаменационным. Никаких телефонов, электронных гаджетов, справочников. У ребят с собой только черновик, ручка и защитная маска – отличительная особенность сезона 2020 года. Присутствующий в классе учитель контролирует соблюдение порядка, наблюдает за тем, чтобы ничто не отвлекало ребят от работы. Ребята друг друга знают здесь, они участвуют и в других Олимпиадах вместе. Поэтому я думаю, что сильного напряжения, как на экзамене, нет. У каждого показывает свои силы и с удовольствием. У них все в голове и в их умах. Они у нас очень способные ребята в нашем городе. На выполнение предложенных заданий ребятам отводится достаточно времени. Можно подумать, поразмышлять, сделать черновые наброски. Участие в олимпиадных стартах требует от учеников более глубоких знаний, выходящих за пределы школьной программы. Победить непросто. Необходима дополнительная подготовка, повторение материала, использование различных источников информации. Школьная программа ни в коем случае не подготовит ребенка к участию в Олимпиаде. Это нужно заниматься самостоятельно, расширить область познания, свое читать, изучать. Выходить за рамки общеобразовательной программы, которую на данный момент ты изучаешь. Поэтому на то оно и Олимпиада, чтобы выявлять самых талантливых, познавательных и целеустремленных детей, стремящихся к чему-то. Именно на городском этапе чувствуется, что вопросы такого плана гораздо серьезнее, чем те, которые задавались серьезнее, а более глубокие. Они требуют более глубокого изучения материала, самостоятельного изучения темы, работы с интернетом и так далее. Но много мать из того, что проходили в школу, так же случается и здесь. Вообще в Олимпиадах участвую часто, но по истории первый раз. Ну, не знаю, раньше как-то боялась, что будет сложно. Сейчас, ну, в принципе, нормально. Стоит поучаствовать. Все олимпиадные задания направляются в школу в электронном виде из краевого департамента образования. Накануне испытаний. Проверкой работ занимаются члены муниципальных предметных комиссий. Решение комиссии в спорных случаях можно опротестовать. Для этого необходимо направить запрос в Управление образования в течение двух дней после публикации результатов. При несогласии с результатами конкурса каждый участник может подать апелляцию. Для этого нужно проверить скам копии своей работы в личном кабинете на сайте Олимпиады или при личном обращении в Управление образования и посмотреть, читаем ли они, или все страницы приложены. Ну и уже процесс апелляции будет проходить. Но, конечно, решение все равно будет за жорием. Но очень приятно, когда такие моменты бывают. Ребята отстаивают свое мнение. Это значит, что они уверены в собственных силах. На данный момент уже известны результаты по первому предметному испытанию по литературе. Итоги не могут не радовать. Среди седьмых классов призеров муниципального этапа Всероссийской школьной Олимпиады стал ученик 256-й школы. В числе призеров также выпускники той же школы и гимназии. Лучшие знания по литературе среди сверстников показала ученица 10-го класса Яна Лазовицкая. Гимназистка набрала в ходе решения заданий более 75 баллов. В ближайшее время фокинские школьники смогут проверить свои знания еще по 13 учебным предметам. Муниципальные Олимпиады продлятся до 23 ноября. После чего победители и призеры городского этапа начнут подготовку к участию в региональных интеллектуальных стартах.